Ты говорил, что в банках не бывает столько денег? Им нужно больше рук, чтобы вынести все это за раз. Скажу так, никому бы не хватило денег заплатить мне за такую работу. Они отдавали свою жизнь за застрахованные деньги. Они начинают выбивать информацию в 5 или 10 минут. Думают, что допрашиваемый просто тянет время. Люди, которые совершают свое первое ограбление, могут быть не готовы к этой информации. Привет, я Кэм Дэн Пэйс, бывший грабитель банков. Чего? Мне сказали, ты морской котик. Сегодня мы посмотрим Payday 2. И честное слово, я очень ждал этого. Посмотрим, смогу ли я чему-то научиться в этой игре. Серьезно? Ты грабитель банков? Да, клянусь богом. Я Крис Коп, офицер полиции. Скажу тебе так. Ты коп? Оу. Требую адвоката. Они всегда так говорят. Мы поговорим о реализме в игре. Что реалистично, что нет. И дадим вам представление о том, что значит быть офицером полиции и грабителем банков. Первый мировой банк. В открытую. Это твоя стезя. Огромный банк. Внимательно смотри, что они делают. Здание реально большое. Серьезно? Надевают маски только сейчас. Ты должен увидеть их снаряжение. Арбалет? Брал такой на свои делишки? Это жестоко, чувак. Арбалет. Бесшумный и смертоносный. Так, начинается кооператив. Я уже говорил тебе, что в приседе ты ниндзя. Они зашли в чей-то офис. Может быть это серверное? Хотят отрубить электричество, видишь? Вообще, наверное, неплохая стратегия отрубить свет. Что я узнал от своих подписчиков? Полиция в игре представляет коррумпированное правительство. Но в реальности коопы на самом деле хорошие парни. А, Робин Гуды. Понял. Окей, буду это учитывать. Спрыгнул со второго этажа. Да, у меня даже колени заболели от этого. То есть одновременно играют четыре человека. Да, они играют в коопе. Окей. Оу, выстрел вплотную. Не знаю, мог бы я эффективно использовать это оружие. Взрывчатка. Не понимаю, что они делают. Было похоже на сумку для переноски. Воу, чувак, он очень быстро бежит. Невероятная скорость. Термит. И вот началась перестрелка. Полиция штурмует здание. Знаешь, за 24 года службы я ни разу не врывался через потолок. Без потолка, без аэропортов. Какие еще есть клише? Если бы я сейчас спрыгнул свысока, то повредил бы колени. Мы видим, как копы разными путями забираются в здание. Через крышу, через шахту лифта и прочее. Но обычные патрульные офицеры не имеют ни опыта, ни снаряжения, чтобы забираться в здание таким образом. Для этого нужно спецоборудование и особая тактика. У спецназа есть такое. Есть и тросы для спуска, и взрывчатка, чтобы проламывать стены. Но мы видим парней, спустившихся на тросе, и их снаряжение. Думаю, они весят около 100 килограмм в полном обмундировании. Так что спуск на тросе почти невозможен из-за чрезмерного веса. Просто куча мала какая-то. Да, становится тесновато. Что? Он сдается? Убрал руки за спину. Забавная концепция, что копы присоединяются к грабителям после того, как их захватили. Нет, такого не бывает. Мы даем клятву защищать жизни и имущество людей. Не буду говорить абсолютно за всех копов, но думаю, что никто никогда не встанет на сторону преступников, даже в экстренной ситуации при угрозе своей жизни. Никто не посмеет ранить гражданского или другого офицера. Вот что реалистично. Мне вот интересно, когда они уже начнут грабить. Думаю, после того, как проплавят пол. Видимо, хотят проплавить пол, чтобы добраться до добычи. Думаю, так, да. Я бы свалил оттуда через три с половиной минуты. Видимо, они специально ждали приезда полиции. А вот это эффект от светошумовых. Да, экран просто стал белым. Мне нравится, как тут все нарисовано с точки зрения визуала. Хранилище похоже на реальное. Защищенные ячейки. Деньги на столе. Ты врал? Ты говорил, что в банках не бывает столько денег? Только если это не федеральный резерв в самом крупном на свете банке. Ребят, эти пачки денег реально тяжелая штука. Им нужно больше рук, чтобы вынести все это за раз. Арбалет. Да, все еще арбалет. Было бы круто, если бы у него были взрывающиеся болты. Он как Дэрил Диксон из «Ходячих мертвецов». Точно. Так, объясни-ка мне, почему деньги просто исчезают? Да ладно тебе, это же игра. Я играл только в Понг и Спейс Инвейдерс. Похоже, они нагрузили сумки. Да, похоже на то. Тут стоит отметить, что это необычное ограбление банка. Вообще нет. В ситуации активной стрельбы, после инцидента в школе Колумбайн, полицейские теперь, если преступниками ведется активная стрельба, не дожидаются отряда сват, а действуют сами. Больше никто не ждет спецназ. Хопы пытаются сами решить вопрос. При подобном ограблении банка, первые же патрульные офицеры должны будут зайти в банк. У них уже есть бронежилеты. Они должны надеть их. Сейчас у каждого офицера есть М4. Мы надеваем свои шлемы и слаженной командой заходим в здание, чтобы разобраться со стрелками и уберечь ни в чем не повинных людей. Что это? Да, довольно странная графика. Думаю, что это щит. Интересно то, что в реальности есть несколько разных щитов. Не все из них баллистические. Есть щиты против беспорядков для защиты от ножей и дубинок. Есть щиты для использования с малым оружием. И есть баллистические, большие щиты, выдерживающие попадание винтовки. Они весят очень много. С ними просто так не побегаешь, потому что, по сути, это толстенный пласт брони. Ты видел пол? Он весь в трупах. Да, они буквально идут по людям. Я ни разу не слышал о ситуации, в которой свату не хватило бы огневой мощи. Мы бы отступили, принесли с собой еще больше оружия и выставили вокруг здания периметр. Итак, мы спустились в подвал. Да, похоже на путь отхода. Погружают сумки в транспорт. Маршал из США. Да, господи, помню этих ребят. Теперь банк по стелсу. Отлично. Эти ребята просто... Ха, просто стоят там, да? Просто бездельничают. Лодыри, окей. Отличный выстрел по камере наблюдения. Их цель заполучить ключ карты. Они вообще не переживают об открытой двери с черного входа. Он просто передал по рации, что все в полном порядке. И положил его в мешок для трупов. Отлично. Не понаслышке знаю, чтобы убрать труп в мешок, нужно два, а то и три человека. Оу, метательная звездочка. Это какая-то отсылка к кунг-фу с Дэвидом Кэррадином. Большинство людей сейчас вообще не поняли, о чем ты. Да, я так и понял. Ну вы же позвали меня, старпера. Вот и слушайте теперь. Сейчас в моде Джон Уик. Если видишь крутого чувака, вспоминай о Джонни Уике. Все знают, кто такой Джон Уик? Сорян, но я не знаю, кто такой этот твой Джон Уик. Я впечатлен. Просто в детстве у меня был такой сюрикен. Любил бросать его в деревне на заднем дворе дома мамы. Играл в ниндзя. В общем, могу оценить его бросок на 6 метров в камеру. Я бы так не смог. Помню, что был очень плохо в этом. Это что, болгарка? Да. Видимо, он зашел в магазин инструментов перед ограблением. Даже если вы вырубили камеры и избавились от охранников, у кассирах в банках всегда есть тревожные кнопки под стойками. Их сигнал свидетельствует о том, что ограбление уже вовсю идет. И копы отправляют небольшую армию, которая быстро доберется до этого банка. Приедут все, кто может. В общем, если кто-то вдруг захочет провернуть ограбление банка, то внутри нельзя тупить ни секунды. Это должно быть так. Так. Зашли и вышли. Хуже всего эта ситуация с заложниками. После этого выхода уже нет. Причинять вред всем этим людям на самом деле бессмысленно. Да, это только добавит им новые статьи. И вот ваш срок уже 5000 лет. Или мы приговорим вас к двум казням. Одна за другой. Введем вам смертельную инъекцию. Смешаем коктейль. Вы не проснетесь после такого. Все это возвращает меня в 98-й, когда и в больших банках, и в маленьких были замки по таймерам, а коды к ним держали при себе менеджер банка и региональный менеджер. Они менялись очень часто. Даже они сами не могли просто вставить ключ и открыть хранилище. Я часто думал, хорошая ли эта идея, потому что многие грабители паникуют. Они думают, что им врут, когда отвечают, «Я не могу открыть хранилище». Они начинают выбивать информацию пять или десять минут. Думают, что допрашиваемый просто тянет время. Думают, что их жизни теперь под угрозой. Люди, которые совершают свое первое ограбление, могут быть не готовы к этой информации. Они тут же теряют контроль над ситуацией, паникуют. Вот так вот и происходит убийство невинных людей. Я проникал в хранилище банка. Просто идеально совпало время, когда в банке пополняли федеральный резерв. Но в хранилище открыли для этого, а я как раз начал свое ограбление. Мне даже не нужно было никого заставлять открывать его. Таймеры на автозакрытие были отключены. Но потом я понял, как я уже говорил, деньги – тяжелая штука. Это было душераздирающее осознание. Я должен был вытащить оттуда три полных сумки. Но не мог сделать это за один раз. Хранилище бы закрыли, так что я бы не смог снова попасть туда. А на его повторное открытие не хватило бы времени. О, в них наличные. Аккуратно сложенные. Обычно пачки денег сложены по 10 тысяч долларов в каждой. Хотите узнать, сколько будет миллион баксов? Это 100 пачек по 10 тысяч. Для этого нужна нормальная такая по размерам сумка. Весит миллион долларов около 30 килограмм. Скорее, даже 35. Да, насколько я помню, ближе к 35. Мне нравится то, что он меняет диски, потому что они действительно изнашиваются быстро. Да, с учетом того, как он их использует. Мы используем очень похожий инструмент, чтобы вскрыть сейфы людей, на оба с которых у нас есть ордер. В этом случае у нас полный карт-бланш на действие с имуществом человека. Так что да, мы используем подобную штуку. Пришло время сваливать. Да, у нас с собой 18 мультов. И похоже, мы садимся за руль. Я бы сказал, что нет. Мне не нравится это, потому что у них у всех получилось скрыться. Обожаю его. Ага, одного уже уложили. Очень много охраны для... Да, многовато. Видимо, внутри что-то очень ценное. Я не эксперт по взрывчатке, но думаю, что Си-2 больше бы подошла здесь. Или детонирующий шнур, который используется полицией. Думаю, что Си-4 это перебор. Только если вы не эксперт в этой области. Скажу так, никому бы не хватило денег заплатить мне за такую работу. Был период с 90-х по 2000-й, когда водители бронированного транспорта погибали при каждом ограблении. При этом они получали просто мизерную зарплату. А деньги-то застрахованы. И это грустно. Они отдавали свою жизнь за застрахованные деньги. Они были целью 24 часа 7 дней в неделю. Каждый раз, когда перевозили деньги или ювелирку. Хочу сказать, что работа полицейским куда более безопасна, чем это. Да, я знал парней, которые совершали подобное ограбление. Они провели в тюрьме всю свою жизнь. Рассказывали о всяком. Даже о РПГ, которым взрывали такие машины. Как Крис и сказал, водитель и его помощники тут же погибали. По сути, каждое такое ограбление – это полное пренебрежение человеческой жизнью. Я не могу представить, что отдаю свою жизнь за чьи-то деньги. Я уже привык к тому, что готов отдать свою жизнь за жизнь другого человека. Мне будет без разницы, кто вы, но чтобы умирать за чьи-то деньги – ни за что. А именно этим и занимаются такие парни. Подобное ограбление происходит и сейчас. Конечно, уже не так часто, но было время, когда ограбления бронированного транспорта были очень прибыльными. Особенно в Лос-Анджелесе. Да, многие думают, что чтобы пробить броню такого, нужна винтовка 50-го калибра. И стрелять надо в крышу, но... Точно? Друзья, это слишком. Но такой транспорт все равно очень тяжелый, а потому довольно медленный. Это не лучшая машина для перевозки денег или других ценных вещей. Я однажды управлял таким авто, и это реально легкая цель. Не поймите меня неправильно. Да, это игра, и все это понарошку. Но реально есть люди, специализирующиеся на подобном. Ты говорил, что действовал всегда в одиночку, потому что никому не доверяешь. Я принимаю это. Но многие работают в слаженной команде, и это пугает. У них всегда есть план. И чаще всего в их плане есть пункт о том, что если они встречают сопротивление, то они не отправятся в тюрьму, а попытаются преодолеть все трудности. Добавлю то, что я слышал об ограблениях бронированных авто. Часто их планирование сопряжено с серьезными внутренними сливами. Преступники всегда знают, когда и с чем внутри поедет машина, где именно она будет проезжать, так что они могут завести авто в засаду, и потом целая команда атакует бронетранспорт посреди улицы. Это куда более рискованно, чем ограбление банка. Я никогда даже не задумывался о подобном. Для одного человека это непосильная задача. Вокруг куча гражданских. Вы на открытой территории, легкая мишень для снайперов. Вы привлекаете к себе слишком много внимания. Проще зайти в банк и выйти из него. Вы точно столкнетесь с сопротивлением. Как минимум от водителя и его помощника. А возможно, кто-то будет сидеть в кузове машины. И вот у вас уже трое людей, с которыми придется как-то разобраться. Здесь Кэмпден подошел к интересной мысли. Чем больше грабитель тратит времени, тем больше у полиции возможностей. Если рядом есть мосты между зданиями, то скорее всего их займут снайперы. Все выходы со всех сторон будут заблокированы. Мы перекрываем все четыре стороны здания. Если потратить слишком много времени, то достаточно одного звонка, и к месту стянутся сотни полицейских. Из ближайшего участка и удаленных. Поэтому время, как Кэмпден и сказал, играет в ограблениях ключевую роль. Итак, надеюсь, вам понравился наш разбор в Payday 2. Мне реально понравилась эта игра. Безумно крутая, плюс графика на высоте. Но думал, будет реалистичнее. Конечно, грабитель банков доволен игрой про ограбление банков. А вот я, полицейский, расстроен тем, как грабители расстреливают копов. Сплошная веселуха. Если вам понравилось, переходите ко мне на канал и смотрите, как я играю в Payday 2, GTA, SWAT и другие игры. И, кстати, спасибо большое, что ВКонтакте в голосовалке выбрали сегодняшним видосом именно наш дуэт. Если вам нравится инфа про ограбление и подобное, заходите на мой YouTube канал. Я рассказываю о том, как живется в тюрьме, и почему вы не захотите в ней находиться. Я повидал много подозреваемых, которые говорили, «Я не знаю, чей это сейф, но он же стоит в вашем доме». Ох, ну это просто моего друга. Если бы меня спросили о чем-то подобном, я бы сказал, «Я не в курсах». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова